все ребят пока начинаем произвольное видение передали мяч остались на месте понятно все пошли правая левая нога начинаем на встречу друг другу видения до пошли пока произвольно до правая левая нога меня зовут фролов алексей я с города находки играл в дюш океан с 7 до 18 лет потом поступил хабаровской это в академии физической культуры и вот так и осталось тут поступил магистратуру тут играл за любительские команды дгт металлург спарта и за академию свою 4 года играл футбол мини-футбол не на самом деле уже думал что не ответит потому что за три дня до сбора ответили я уже тут второй раз пробую свои силы надеюсь все получится хочется прям пожить футбольной жизнью этой полетать потренироваться трудом сахалина с юж сахалинска играл за сахалинскую команду на сахалине там даже выступал по фпф или 20 21 сезоне к некоторые даже удалось играть старте вот приехал сюда учиться после 11 класса поступил до глупс все это у нас короткая линия на ней только один на длинных линиях по два задача играя в два касания в два касания набрать 20 передач 20 передач набрали оставили отбирающую группу три человека меняемся также по очереди здесь два нейтральных в одной куче не будьте один здесь полу квадрате второй там полу квадрате помогайте набирать все пошли начали мы просто хотели найти футболистов которые здесь на дальнем востоке могут себя проявить и и стать частью структуры ска потому что на самом деле вот на этапе когда заканчивается школа до заканчивается обучение и нужно переходить там профессиональный футбол достаточно много футболистов не могут просто найти себе команду для продолжения карьеры наша задача была объявить об этом дальневосточном сборе да и посмотреть ребят которые на этот сбор откликнулись и и дать им шанс потому что нам не тяжело приехать посмотреть да а для кого-то это может быть действительно шанс в жизни которые они могут использовать нам присылали анкеты кто-то присылал видео да у кого-то мы понимали что есть определенное футбольное прошлое да бэкграунд какая-то школа заявок было около наверное 70 позвали сюда 22 человека возможно если кто-то хорошо действительно себя здесь проявит то он может оказаться в системе ска первое наверное это все таки школа это оснащение технического мастерства какого-то да за годы потому что все таки они уже не не очень молодые ребята им уже кому-то 20 лет кому-то 19 то есть уже должен быть уровень какой-то второе скорость принятия решений мышления как человек работает без мяча как двигается как переключается из обороны в атаку мышление футбольное мышление ну и третье наверное в какой физическом форме находится таки он пришел на просмотр как он вообще готов ли тем держать если даже случае он неплохого уровня сможет ли он потом тренироваться там во второй команде тут ничего сложного нам не дают никаких нагрузок сильных не дают это например это же не как сборы например ты здесь приходишь и делаешь что-то квадратики передачи это несложно и футбол мы играем по 20-40 минут в общем в принципе можешь себя проявить хороший шанс за три дня первый день ты адаптируешься ознакомишься вторые 2-2 ты пашешь показываешь результат тоже который ты можешь чтобы а вы были крайне защитники не в одной команде как вчера играли хорошо теперь крайне нападающие то же самое в разных командах сожалению очень тяжело проявить на дальнем востоке себя потому что нету конкурентоспособных команд надо даже надо на третью лигу когда ты едешь с команды молодежные по мужикам там три команды 4 это очень тяжело себя проявить плюс так же вот сахалин он далеко там самолеты не всегда эти будут выделять деньги чтобы ты куда-то на какие-то соревнования на соревнования летел например с дальнего востока на пресс-хабаров с воде востока тоже нужны деньги для перелета поэтому не каждый клуб захочет обеспечивать команду плюс также говоришь вот людей мало поэтому забывают про молодежной команды которые есть уже более младшие года смотрят их выращивают готовят угаде еще есть конкуренция какая-то нету вот сезона конкретного вот на прямом по мужикам третью лигу мы здесь играем вот по городу тоже одни 1 2 команды и все и сложно когда у тебя за сезон то целый сезон у тебя одна-две игры конкурентоспособной команды и все остальное ты играешь не сильно напрягаешь честно говоря почему маски больше футболистов там команд хороших больше поэтому они конкурентоспособны есть конкуренция на каждую позицию по два по три человека они кажут тренировку доказывают пашут а тут ты можешь на тренировку не прийти на игру ты будешь играть в старте потому что просто игроков нет и нет выбора у тренера поэтому люди расслабляются нету мотивации нет ничего конкуренции естественно наверное проблема инфраструктуры она стоит там первую очередь да потому что общался с очень многими тренерами общался с некоторыми футболистами здесь до зимой дети нуждаются манеже но это вот мое мнение да потому что не очень много полей насколько я понимаю да с подогревом и возникают определенные трудности с этим потому что переход вот например летом ты играешь на полноразмерном поле там с искусственной травой да а зимой тебе нужно играть на паркете все равно что ты играешь там летом в большой теннис а зимой ты идешь и играешь в пинг-понг мы сейчас там с георгий евгеньевич и мы разговаривали на эту тему естественно ты там отрабатываешь какие-то простые элементы на искусственном покрытии да потом ты совершенно другие элементы должен даже при приеме мяча отрабатывать на паркете корни неправильно естественно как бы эта проблема она наверное стоит сейчас остро вот которую там нам нужно решить я думаю что парочку можно выделить так кто по крайней мере отличался по уровню движения движение на 1 мячом пока без мяча мало кто открывается думает там зоны какие-то там то есть такого нету а в плане работы с мячом нара есть да кто-то более-менее так выглядел некоторым ребятам прямо откровенно не хватает обученности на вот именно школы да увидел огромное желание огромное желание действительно попасть там в эту команду трудно пока по одной тренировке сегодня первый день да мне трудно пока оценивать есть интересные ребята интересные ребята дальше будем смотреть как они себя будут проявлять вот завтра будет решающий день день x для всех нас дальше некоторые люди уже закончат после этого просмотра пойдут работать пойдут учиться потому что команда уже только мне осталось только любительский футбол останется после этого да и есть волнение очень хочется пасть команды если не получится буду уже строить тренерскую карьеру завтра ребята будут играть двухсторонку после двухсторонки мы будем садиться вместе с георгий евгеньевичем страницким штабом вот обсуждать принимать уже какие-то решения не факт что кто-то из футболистов окажется вскать далеко не факт потому что никто не не будет брать футболиста просто за то что он там приехал на этот сбор правильно то есть это футболист который должен по нашему мнению быть конкурентоспособен ска